Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. В чем заключается смысл повторения молитвы Господи помилуй три раза, двенадцать раз и сорок раз? Сорок раз повторяемая молитва Господи помилуй осталась нам в уставных требованиях, например, на богослужение часов, как память о том, что древние подвижники, собираясь на общую молитву в монастырские храмы, приходя из своих кельей, своих скитов отшельнических, они погружались в долгую Иисусову молитву. А один из них мог медленно-медленно, нараспев, произносить Господи помилуй, петь, например. И вот в память об этом осталась, к сожалению, часто очень произносимая скороговорка имя Божие, что на самом деле является нарушением заповедей о том, что не произноси имя Божие в суе. Вот мне кажется, что если чтец сам во время чтения вот этих двенадцати или сорока раз молитвы все-таки будет помнить о том, кому и с чем он обращается и произносить это «Господи помилуй» от всего сердца, от своего ума, то и молящимся в храме людям будет значительно легче не просто ждать, пока это кончится, а молиться в это время. Что, кстати, очень хорошо. Очень хорошо сосредоточиться просто на этой покаянной молитве. Потому что что такое «Господи помилуй»? «Помилуй» отсылает нас не к справедливому суду Божьему. Мы не говорим «Господи, будь ко мне справедлив». Мы просим помилования, признавай себя виновными. И вспоминаем дивные слова преподобного Исаака Сирина, который говорит «Не называй Бога справедливым. Если бы он был справедлив, никто бы из нас не спасся. Называй его милосердным». И вот молитва «Господи помилуй» — это молитва того, кто виновен, кто видит это, но просит помилования, потому что Господь его любит. И он надеется на эту любовь. Поэтому молитва «Господи помилуй» — она самая главная. И никогда нельзя ее превращать просто в какой-то вот такой непонятно зачем произносимый быстро-быстро текст. Это ошибка. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.